Специально для brainant.net При активной поддержке сайта strangearts.ru Всем привет, меня зовут Макар Светлый и вы смотрите Сайн Шоу. Тема нашей сегодняшней передачи – летающие герои комиксов. С древних времен люди устремляли свой взор в небо с огромным желанием взлететь словно птица. Кроме идеалистических мечтаний, были и вполне материальные мысли. По воздуху проще и быстрее передвигаться, чем по суше и по воде. Эти желания породили много записей и полетов творческой мысли. По легенде, первым, кто придумал способ взлететь в небо, был художник, скульптор и Зочи Дедал. Именно ему пришла в голову идея прикрепить себе на спину крылья, сделанные из воска и перьев, скрепленных льняными нитками. Много лет позже Леонардо да Винчи, который грезил о полетах, сумел произвести на свет блестящие чертежи вертолета, парашюта и конструкции устройств для полета человека, которые повторяют механизм полета птицы. Еще позднее нас ждет эра великих конструкций, оригинальных инженерных решений и гениальных ученых, которые наконец-таки смогли поднять человека в небо. Аэростаты и дирижабли, самолеты и вертолеты, дельтапланы, парапланы. Без этих устройств нам уже сложно представить нашу цивилизацию. И все это, конечно, не могло не отразиться на творчестве людей. На ум сразу приходит бессмертная фраза из Островского. А я говорю, отчего люди не летают так, как птицы. Фильмы, книги, игры, всех видов и жанров пытались включить в себя тему полетов. Комиксы также не обошли эту тему стороной. Огромное количество разношерстных героев и злодеев из разных вселенных имеют способность к полету. Причем такие способности можно даже классифицировать и выделить 4 основных способа поднятия в воздух. Во-первых, инопланетная способность летать. Ей обладают такие герои, как Супермен, Марсианский Охотник, Серебряный Сёрфер и так далее. Все эти герои имеют внеземное происхождение и поэтому природу их полета для нас понять невозможно. Так как они имеют абсолютно другую физиологию и уникальные инопланетные приспособления. Сложность рассмотрения их теоретического существования также состоит в том, что природа их полета не прописана и в самих комиксах. Другой класс персонажей, которые могут летать, это мутанты, обладающие телекинезом. Дело в том, что полет можно рассмотреть как поднятие самого себя с помощью своих телекинетических способностей. Скорость и высота полета также зависят от телекинетической силы, которой обладает тот или иной мутант. Все, что касается телекинеза, вы можете увидеть вот в этом выпуске. Поэтому на этом подробно останавливаться не будем. Существуют и другие способы полета, которые включают в себя наличие каких-либо устройств. Таких персонажей огромное количество, от железного человека до человека-воздушного змея. И к каждому при рассмотрении специфики его полета нужен индивидуальный подход. Четвертый класс, это герои комиксов, которые способны летать благодаря какой-то либо мутации, нетелепатического вида. К этому классу относятся, например, Китти Прайд или Пушечное Ядро. Поскольку таких персонажей великое множество и все они отличаются друг от друга, нужно подходить индивидуально к каждому персонажу и углубляться в биомеханику, биохимию и биофизику. И первый герой из комиксов, которого мы рассмотрим в рамках данного выпуска, относится как раз-таки к четвертому классу. Прозвище этого героя – Архангел. Его настоящее имя – Уокен Кеннет Уорктингтон III. Данный герой относится к серии Marvel и появился в самом первом выпуске «Людей Икс». Архангел, как несложно догадаться, способен летать благодаря крыльям, которые выросли в результате мутации у него за спиной. На самом деле, подобных героев с некими крыльями на спине на страницах комиксов достаточно много. Например, Хоукмен, Хоукгёрл, Оса. Возникает резонный вопрос – а возможно ли в результате какой-либо мутации, что у человека вырастут на спине крылья? На самом деле, это достаточно сложный вопрос. Генетика на данный момент не располагает конкретным ответом на него. Однако, теоретически, для этого должна произойти мутация нескольких генов и добавка в организме нескольких хромосом. Также к подобному вопросу можно подойти с точки зрения генной инженерии. О подобных генных манипуляциях я говорил в выпуске про Аквамена, так что, кому интересно, ознакомьтесь. С учетом вышесказанного, можно предположить теоретическое существование крыльев на спине у человека. Но дает ли ему эта способность летать? Начнем с того, что теоретически, для полета человека с помощью крыльев на спине, которые будут иметь функции двух конечностей, они должны обладать огромной силой. И вообще, сам по себе, подобный человек должен быть немыслимо силен. Если воробья или голубя пропорционально увеличить до размеров человека, то они будут в разы сильнее самых сильных представителей человеческой расы. Но пусть все же в результате мутации получилось так, что и крылья получились весьма мускулистыми, и сам мутат физически очень силен, ведь все-таки мы рассматриваем Архангела, который отвечает этим параметрам. Плюс, не стоит забывать, это вселенная комиксов. И даже с учетом данных допущений, он полетит? Нет. Дело в том, что форма и масса человека с крыльями не удовлетворяют аэродинамическим характеристикам полета. Даже если этот мутант будет способен оторваться от поверхности земли, он будет не способен лететь как птица. Форма и масса человеческого тела с крыльями не позволят ему это сделать. Конечно, если рассматривать нужную массу, а точнее центр масс для человека, то можно найти нужные параметры для необходимой скорости полета. Однако в этом случае, мышечной массы этого человека будет недостаточно, чтобы взлететь. С учетом всех нюансов, Архангел не способен летать, даже имея крылья. Кто бы то ни был, он за это ответит. Если рассмотреть подобных Архангелу собратьев по полету, а именно таких персонажей, как, например, Сокол и Стервятник, то и в этом случае мы упремся в непригодную для полета форму и массу. И для Сокола из-за необходимости огромной мышечной массы, особенно в области груди, и для Стервятника по тем же причинам, несмотря на высокую технологичность его крыльев. Птичник, не стоило приходить сюда. Следующий персонаж летает с помощью высокотехнологичного оборудования. И это всем известный злодей по кличке Зеленый Гоблин. Настоящее имя этого харизматичного негодяя Норман Осборн. Впервые он появился в 1964 году в комиксе «Удивительный Человек-паук». Во вселенной Марвел существуют персонажи, очень схожи с Зеленым Гоблином, а именно Хобб Гоблин, Серый Гоблин и другие. Но, несмотря на их неповторимую индивидуальность, все они летают с помощью устройства, называемого Глайдером. Поэтому при рассмотрении теоретического существования данного устройства, способность или неспособность летать будет распространяться на всех Гоблинов одновременно. Глайдер представляет собой металлическую платформу, развивающую скорость свыше 200 км в час. На платформу встает Гоблин и устремляется совершать свои злодеяния. Но каков же механизм полета Глайдера? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на него. Невооруженным взглядом заметно, что полет осуществляется в результате реактивного движения. Этот вывод можно сделать по наличии струи огня, выходящего из данного летательного аппарата. Первое, что приходит на ум, это реактивный двигатель, который теоретически способен создавать определенные параметры Глайдера для реактивного движения. Схожие конструкции используются в истребителях. Однако тут сразу возникает несколько спорных моментов. Во-первых, конечно же, топливо. Несмотря на компактные размеры реактивного двигателя, для нужных параметров полета нам необходимы огромные объемы топлива. Твердый и газообразный вид топлива в данном случае нам не подходит по энергетической плотности. Жидкость сама по себе очень плохо сжимаема, поэтому обеспечение Глайдера топливом является очень большой проблемой. Даже ракетное топливо вряд ли подойдет для этих нужд, потому что на данную установку становится человек. Можно предположить, что во вселенной Марвел есть топливо, которое имеет огромную теплоту сгорания, которое гораздо больше всех существующих реальных аналогов. Только в этом отношении Глайдер правдоподобен. Еще одним спорным моментом являются аэродинамические характеристики данного летательного устройства. Если даже и была создана пригодная для полетов конструкция, отвечающая всем условиям формы и центромасс, то наличие на ней человека сводит к нулю пригодность ее к полету. Даже не рассматривая сложный аэродинамический процесс, видно, что давление воздуха на Гоблина во время полета будет огромным. Все это можно сравнить с огромным парусом на маленькой лодочке. И не стоит забывать, что при увеличении скорости сопротивление воздуха возрастает нелинейно. Кроме того, лично у меня возникает глубокое подозрение, что глайдер будет неустойчив в полете из-за вот этого дестабилизирующего элемента. Как бы не грустно это звучало, но любимый многим Зеленый, Серый и Хоп-Гоблин не способны летать. Даже теоретически. Неудивительно, что Норман спятил. Любой бы сдурел, управляя ею. Следующий персонаж комиксов, который является мутантом и членом группы Люди Икс, герой по прозвищу Банши. Его настоящее имя Шон Кэссиди. Данный персонаж относится ко вселенной Марвел и его первое появление датируется январем 1967 года. Суперсила Банши заключается в способности издавать невероятно громкий звук, причем такой силы, что данные звуковые волны способны поднимать его над землей, тем самым даруя способность к полету. Давайте же рассмотрим подробнее этого удивительного персонажа. Конечно же, каждый, кто хоть как-то знает анатомию, понимает, что человек не способен создавать подобную звуковую волну, используя свои органы. Самый громкий зафиксированный звук принадлежит Джили Дрейк из Таиланда. Этот рекорд составляет 129 дБ, что всего на 10 дБ ниже звука, издаваемого реактивным самолетом. Но теоретически, возможно ли, что звуковая волна, созданная человеком, способна его оттолкнуть? И, конечно же, ответ положительный. Данное явление можно рассмотреть с точки зрения закона сохранения импульса. То есть, при испускании звуковой волны изо рта человека, человек должен отталкиваться. Однако, во-первых, это вызовет падение человека за счет вращения вокруг центра масс. А во-вторых, подобная звуковая волна принесет огромный вред самому человеку. Чтобы как-то реализовать данную способность Банши, нужно использовать не человеческие органы, ответственные за создание звука, а изобретение в области акустики. Теоретически, если прикрепить на человека акустическую установку, которая способна его отталкивать и прикрепить ее к центру масс человека, то при планировании по принципу белки-летяги и периодическом испускании звуковых волн, человек способен так своеобразно летать. Нужно также отметить несколько необходимых параметров. На данном герое должна быть специальная одежда и звукозащитное устройство, которое бы полностью оберегали его самого от испускаемых им же звуковых волн. Кроме того, для нормального полета нашего героя масса акустического устройства должна быть сравнительно небольшой. Что касается устройства, оно должно быть оснащено автоматическим регулятором угла, который бы обеспечивал наиболее эффективную динамику полета. А это, в свою очередь, также увеличивает массу, что не очень положительно сказывается на сам факт полета. В плюс идет то, что звуковая волна способна отражаться, однако она быстро затухает и часть ее неминуемо поглощается поверхностью отражения. Подобные звуковые волны способны принести огромный вред человеку. Данный звуковой поток во много раз превышает болевой порог и, более того, при длительном воздействии способен уничтожить человека на клеточном уровне. Так что с Баншей лучше не шутить. Из всего этого следует вывод, что технологическая реализация Банши правдоподобна. Итак, мы с вами рассмотрели несколько летающих персонажей комиксов. Надеюсь, что когда вы получите суперспособности, то обязательно попробуйте их использовать для полета. А вам я желаю счастья и пропорциональной массы. И да-да. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok